Всем привет! Я доктор Евгений. Сейчас покажу одну технику пранаямы, то есть дыхательную технику для избавления от головной боли. Это может делать абсолютно каждый и можно это делать дома. Покажу несколько вариантов. Сразу предупрежу, что это не классическая техника дыхания, которую вы можете встретить. Называется она анулома вилома. Анулома вилома это королева пранаямы. Почему так считается? Потому что все великие гуру, все великие сенсеи, с помощью нее многие просветились, оздоровились. Я вам сейчас об этом расскажу. Классическая техника подразумевает работу в определенной мудре пальцев. Это большой палец с мизинцем и безымянным вместе. То есть таким образом. Я немножко модифицировал ее в своей практике для того, чтобы специально именно в определенной мудре акцентировать свое внимание, внимание своей нервной системы или вашей нервной системы под конкретную цель. Эта мудра означает структурные вопросы, то есть решение структурных проблем. Это мышцы, кости, связки, сухожилия. Эта мудра означает решение биохимических проблем. Это проблемы с иммунитетом, с гормонами, с лимфой. Эта мудра обозначает эмоциональное решение проблем, то есть это неправильное реагирование на эмоции, стрессы. А эта мудра конкретно отвечает за энергетические проблемы в теле. Это тонкие тела, меридианы и так далее. Головная боль в наше время часто сопряжена со стрессом. У кого-то она болит без конца, у кого-то болит вечером, у кого-то болит днем. И поэтому в моей практике удобнее всего и результативнее работать именно в эмоциональной мудре. То есть когда мы акцентируем свое внимание на решение стрессов и эмоциональных проблем в теле. Что для этого нужно сделать? Мы ставим удобную для вас руку, не критично. Индивидуально, конечно, это все подбирается, но в этом случае я показываю именно правую руку. То есть большой палец соединяем с безымянным. И таким образом мы закрываем одну из ноздрей и делаем вдох свободной ноздрёй. После этого делаем легкую задержку дыхания для того, чтобы просто переставить пальцы. Переставляем пальцы, закрываем левую ноздрю и делаем выдох. Снова делаем вдох свободной ноздрёй. Переставляем пальцы и делаем выдох. Классическая анулома-пилома имеет счет на вдох, на задержку дыхания и на выдох. Вы можете это в свободном доступе посмотреть, потому что имеются определенные градации, когда мы делаем определенную задержку. Что таким образом происходит с организмом человека? Если говорить про физическое состояние, то дыхание отдельно правой, отдельно левой ноздрёй, оно дает в итоге согласование полушарий. То есть стресс, либо невыраженная эмоция, они могут создавать определенные эмоциональные триггеры в правом, либо левом полушарии. И тем самым разорганизовывать работу нервной системы. И таким образом тело видится как не целостная структура, а как отдельно взятые ее части. Что может сказываться на физическом состоянии здоровья. Дыша отдельно левой, отдельно правой ноздрёй, мы создаем баланс в полушариях. И тем самым создаем единство для всего физического организма. Говоря аюрведическим языком, то правая ноздря отвечает за поток, или он называется еще, нади, именно горячего, то есть тепла в тело. А левая ноздря отвечает за поток холодного, именно движение холодной энергии в теле. Поэтому, когда мы горячее с холодным согласуем, мы получаем баланс именно жара и холода. Тем самым мы не излишне возбуждены, но в то же время не излишне подавлены. Можно эту технику использовать отдельно дыханием, левой, либо правой ноздрёй, находясь в определенном состоянии. То есть, если вы излишне возбуждены, дышите только левой ноздрёй. Тем самым тело охладится, и вы не будете испытывать избыточного гнева, ярости, либо злости. А если вы будете дышать отдельно правой ноздрёй, то вы можете выйти из апатичного состояния, либо даже депрессивного какого-то состояния, делая это регулярно. Теперь посмотрите, как это будет выглядеть коротким циклом в действии. Во время действия, во время дыхания, вы почувствуете лёгкое головокружение. Это признак того, что как раз-таки обмен энергии начался. И состояние головной боли, состояние напряжённости, даже состояние пульсации в висках постепенно будет отступать. Достаточно от 5 до 7 таких дыхательных циклов для того, чтобы улучшить состояние общее и конкретно прицел головная боль. Пробуйте это делать регулярно. Если же после первого цикла 5-7 дыхательных движений у вас не получается избавиться от головной боли полностью, то повторите ещё это к обеду и к вечеру. Таким образом вы почувствуете общую динамику улучшения состояния. Также не забывайте, что когда вы будете дышать, головокружение может усиливаться. Если оно усилится до состояния неприятного, то прекратите технику и просто восстановитесь. И дальше можете продолжать технику после того, как улучшится общее состояние ваше. Регулярно делая такую практику в течение от 7 до 10 дней, вы получите достаточно хороший эффект общего насыщения кислородом головного мозга, лёгких всех тканей в организме. Наладите поток горячего и холодного, то есть горячей и холодной энергии в теле. И восстановитесь, будете жить прекрасно, ещё лучше. Пользуйтесь техникой. Всем добра!